Я похоронила три года назад, ну что делать, живем. Ну такое я написала, как хорошо на свете жить, а ведь меня могло не быть. Могла я просто не родиться, красе земной не поделиться, не расцвести и не влюбиться, не нагрешить, не помолиться. Могло детей не родиться, и снова прекрасных не присниться, и с ложкой углом родные лица собой не дали насладиться. Могло стихов не появиться, ни здесь, ни где-то за границей, где мысль летит, как крыла птицы. Я так хочу творить, любить, а ведь меня могло не быть. Поближе иди сюда, что ты убежала куда-то? Еще давай, не слышишь. Ну, а теперь такое, патриотическое. Рождаемся и видим, велика планета, что сродни картинам рая. А если посмотреть нам свысока, из космоса на шар земного взирая, а не с земли от края и до края, окажется нам маленькая она, и разными людьми населена, и цвет у кожи тоже очень разный, и разница между странами видна. Жизнь в городах и в чаще непролазной, всем места хватит, принцип безотказный. А в общем-то на всех земля одна, и ссориться с соседем ни к чему. И воевать друг с другом нам не надо, и зла желать не надо никому, и отправлять людей на баррикады, а счастье жить, за это нам награда. Ведь нет страшнее явления, чем война. Бывает атом, мир нам не всегда. Вот гибнет лес, пожаром опаляем, и нефтью загрязняется вода, и атмосферу дымом отравляем. Зависимо от нас, от всех мы знаем, планета, что для жизни нам дана. Слушайте, это надо куда-то послать. К этому, как ему, в Америку, кому это? Надо поэта послать, что-то гибельный мечтал. Никто даже не слушает, не понимает, что мы такие вот хорошие. Рождаемся, живем, мечтаем. Как хорошо, что мы о том не знаем, когда прервется нашей жизни нить. Иначе как бы грустно было жить. Зачем тогда нам мучиться, любить? Ведь все равно закончится все скоро. Без сожаления, даже без укора, покорно свое смертное собрав, неважно, будешь прав ты или неправ, шагнуть за грани решительно и смело. И никому до этого нет дела. Как хорошо, когда о том не знаем. Так путь земной неведом, не скончаем. Тогда вопрос любой и легок, и решаем. Тогда сильны мы. Все ведь впереди. Там солнце ярко светит, льют дожди. Ведь жизнь, как ни крути, так хороша. От счастья каждый день поет душа. И незначай во сне вдруг умираем. Как хорошо, что мы о том не знаем. Вот, чтобы форма осталась. Вот, чтобы форма осталась. Вот, чтобы форма осталась. Вот, все. Ну, что сказать. Ну, вот, в нескольких сборниках, вот тут журналы, вот мы посылали, напечатаны мои стихи. Здесь перевод с литовского. Мои стихи напечатаны на литовский. И литовцы перевели несколько стихов. Где-то еще повтор был. Не знаю, где-то еще какая-то. Я не вижу эту книгу. Ладно. Короче, ну, не знаю. Ну, верим, верим, что вы печатаете. Печатаемся мы не сами. Я запечатал город. Мы не платили ничего. Бесплатно. Ну, ладно. Начну я вот с такого. Как в Дагестане. Узоры судьбы. Судьбы порой причудливы узоры. Водоворот, стремнины, перекаты. Добро со злом враждуют до разора. Идет война. И все мы в ней солдаты. Судьбы порой причудливы узоры. Мы молим небо, покаянно просим грехов прощения. Только хитрый бес всю ту любовь, что к Господу мы носим, Старательно отводит от небес. Мы молим небо, покаянно просим. Но хитрый, но подлый бес то шепчет, то хохочет, Соблазнами пытается привлечь. Безбожными нас видеть всех он хочет. Лукавит, чтобы души подстеречь. Но подлый бес то шепчет, то хохочет. Простим обиды, злобу и раздоры. Нам жизнь дана, и ею мы богаты. Судить других всегда мы прокуроры. Себя сложней, и здесь мы адвокаты. Простим обиду, злобу и раздоры. Судьбы порой причудливы узоры. Зима. Как много зим минуло, пролетело, Но каждый раз, как будто бы впервой, Я вижу, как река заледенела, И слышу снега хруст, и в юге вой. Стоят березы в платьях подвенечных, Сверкает и искрится их наряд. Не видно даже воробьев беспечных, Уснули ели, выстроившись в ряд. Застыло все в какой-то зимней сказке, И кажется, что это навсегда. Лишь холод, ветер, снег в безумной пляске, И не настанет лето никогда. Сквозь тучи яркий солнца луч пробьется, Хоть долго длится дивный зимний сон. Опять весна на землю к нам вернется, И вновь услышен трепень, птичьих звон. Порою в жизни тоже так бывает, Застынет сердце в горечь и обид, Душа с годами оживет, оттает, Предательство вот только не простит. Как время наше скоротечное, Как время наше скоротечное, Вот только что была весна, Сирень, подснежник, ночь без сна, Казалось, будет так всегда, Как жаль, не знали мы тогда, Что юность не бывает вечно, Как время наше скоротечное, Струится вдаль в реке вода, Как быстро, как тело лето, И где-то снова там вдали Нам шлют прощальные приветы, Курлыча грустно, Журавли, мелькают дни, Бегут года, струится вдаль в реке вода. Осенняя печаль, Такая вот капризница, Под утро снег посыплется, Все заметет кругом, Характер нам знаком, К нему не привыкать, Он женскому постарь. Там, где чайки над морем с утра, Где межсосин гуляет ветра, Сквозь дождей пелену, Я луч солнца ломлю, Этот край всей душою люблю, Ты хранишь старины и светлый миг. Лик, дура встречи с тобой каждый миг, Нас дороги свели, От столицы вдаль Уголочек российской земли. Милый край мой, Интарный, родной, С беспокойной балтийской волной, Хорошо по весне, Словно в сказочном сне, Прогуляться по курской косе. Помним тех, кто здесь жив и мечтал, Кто на коской земле боевал, Здесь давно мы живем, Ибо уютный наш дом Нам в Балтику гости зовет. Я здесь живу, И сердцу дорог, Старинный облик этих мест. Люблю тебя, мой тихий город, Дождями вымытый совет, За сень весны, За зелень лета, За боль глухую старых стен, В седой туманности рассвета, Грядущий глядываю здесь, Так много связано с тобой. Дороги наши нелегкие, Люблю мещерные пороги, Стоять подолгу у реки, Смотреть, как гаснет день твой жаркий, В холодной демонской волне. Пусть над величественной аркой Виснет звезда, Тебе и мне. Когда-то я работала на заводе, Как уже озвучили. Идем. Боже мой, Нельзя, никуда могут ступить. Коты. Голодные коты. Маленькие, большие, Всякие, разные, красавчики. Такие дикие, дикие уже. И все хотят есть. Ну, кто-то с собой из дома несет, Что-то там посыпет. Кто-то так, пошел, пошел. Спешим на смену на завод родной. Встречает нас с надеждой проходной. Котов бездомных, страждущие орать, Избивая с ног, Мешая нам шагать. Бегут в догонку, Жалобно кричат, Призыв им сос, Мяуканье звучат. И жаль, бедняк, Но нечем им помочь. Кто промолчит, А кто догонит прочь. Лишь единицы что-то подадут. Не всем, конечно, Что творится тут? Жестока жизнь. Ну, что же здесь сказать? Она для них лишь мачеха и мать. Уж так сложилось. Быт у них таков. Они с собой не носят кошельков. Желая есть, Не сходят в магазин. Проблем решения, Случай лишь один. Не спят они на тепленьких печах, Зимой, в мороз, На стылых кирпичах, Поджав хвосты, И день и ночь сидят. И виска с мясом точно не едят. Не праздно я об этом вот пишу. И лишь о том я вас, друзья, прошу, Ну, не бросайте швы своих котят. Вот как им жить? Они же есть котят. Год крысы, собаки, свинюшки, ива, Год лошади, кролика, тигра, Приметы, порядки, условия, молва, Совсем не российские игры, Кругом экстрасенсы, колдунги, И фильмы, где сплошь убивают, И сплошь политический в мире психоз, Где нас центром зла называют. Обставим квартиру сейчас по фэн-шуй, И йогой попутно займемся, Танцор ты, восточные танцы танцуй, Под юмор чужой мы смеемся. Россия, любимая мною страна, Стволы я берез обнимаю, Кому на закланье сейчас отдана, Тебя я с трудом понимаю. Века православную Русью была, Традиции свято хранила, Ты нас не обидела, не предала, И в вере была твоя сила. Сейчас все, кто могут, Тебя предают, Инь-янь, гороскопы, шаманы, И чаще не русские песни поют, Кальяна смакуя дурманы, Из сердца болит за родную тебя, Теряюсь, и вроде не дура, Молитвой пытаюсь помочь тебе я, Зачем нам чужая культура? Ольга Ивановна, Вы понимаете, мы вот пройдем этот круг, Пройдем, все прочтем, вот трое, А потом перерывчик. Мы годом достойную зарплату В семь тысяч получаем в месяц раз, Достойную имеем, будто хату, Где тесно нам, куда ни кинешь глаз, Как будто чистый воздух мы вдыхаем, Из трубзавода валит черный дым, И мы как будто как-то отдыхаем, Где некуда деваться молодым, Как будто бы здоровые продукты Скупаем в магазинах мы всегда, И мяса в колбасе премного будто, И будто в кранах чистая вода. Напитки разноцветные на полках, Реклама убедительна подчас, В напитках тех, как будто много толку, И будто натуральный пьем мы квас. Ой, подвох везде, Тут пора растеряться. К ответу никого не призовем, Но выжить надо все же постараться. А так выходит, будто мы живем. Паминальная суббота. Сегодня отложила все заботы, И времечко свободное нашла, Ведь нынче поминальная суббота Испешным шагом к кладбищу пошла. Безмолвно, тихо, неуютно, пусто, На памятниках вороны сидят, Кусты сирени распушились густо, Родные лица на меня глядят. Застенчивая папина улыбка И мамины, усталые глаза, Вдруг соловей запел, Как будто скрипка Непрошенно затмила взор слеза. Боясь не переделать всей работы, Куда-то все спешила в попыхах. Так мало уделяла вам заботы, Не часто забегала в торопях. Я знаю, вы давно меня простили, Сама себя никак я не прощу. Грехи мои мне в церкви отпустили, А я все так же плачу и грущу. Родителей при жизни берегите, Ведь время вспять не сможем повернуть. По первому звонку вы к ним бегите, Ушедших лет никак нельзя вернуть. Вот меня волнует умирание деревни, И мне несколько стихов посвящено этой теме, Что вот спивается деревня, Как посмотришь передачи, Девчонки выясняют, Кто же отец этому ребенку? Нашли? Ееееее, скричит. Ни стеснения, ни стыда, ничего нет. Моя малая родина, Потом дедов и прадедов полита, А теперь ты распродана, пропитая, Деревенька несчастная, пьяная, Что случилось с тобой окаянная, Неумыто, расхристана, брошена, И трава на полях непокошена. Ты живешь сиротой одинокою, Позабытая всеми, убогая. Много было здесь прожито, пройдено, Моя бедная малая родина, Ты ведь дочка России, законна. Где ж теперь твоя гордость исконная, Деревенька далекая, милая? Я люблю тебя с прежнюю силою, На тебя уповаю с надеждою, Что кормилицей станешь ты прежнюю, Что очнешься когда-нибудь спящая, Деревенька моя непропащая, Пепелище опять станут мивами, И сады зацветут, лишь не сливают. Яблоки падают, яблоки падают, Яблоки падают, клич журавлины Извини в вышине, посечь желанная Тушу обрадует, все впереди еще, Кажется мне, вроде пора бы уже успокоиться, Тихо носочки для внуков вязать, Надо бы в жизни давно приспособиться, Мне бы на танцах еще поплясать. Воздух прозрачный и ввысь поднебесная, Душу ласкают и радуют глаз, Манят в дорогу нас даль неизвестная, Хоть спотыкалась я множество раз. Верю я осени этой заманчивой, Все переменится в жизни моей, Солнце осеннее светит обманчиво, Только ты душу мою отогрей. Яблоки падают, яблоки падают, Голка стучат по замерзшей земле, Даже морозы мне сердце порадуют, Детство как будто пригрезилось мне. Психотворение, посвященное маме, Татьяне Кузьминой. Серебряные нити по виску, Морщинки разбежались под глазами, А я чуть что опять к тебе бегу, То с радостью, то с горькими слезами, А если вдруг молчание волна, То сразу станет ничего не мило, И в голове, как прежде, мысль одна, Чтоб поскорее ты меня простила, Чтоб слезы словно капельки растут. Друга дарья, здорова! Ну ты поправилась, корова! А ты в нее не вышла рожей, Я на корову не похожа. Камчатка и последняя парта зовется, На ней посидеть каждый двоечный крат. А как на Камчатке узнать вам не имется? У них, как, то естественно, Калининград? Хватит, да. Ребенок ферму посещает, Коровам там дают попить. Он наблюдая, рассуждая, Хотя недавно начал жить, И вывод делает легко. Вот так водой и разбавляют Внутри коровы молоком. Ну надо же протечь, как всегда, Ну куда же без них. Ну надо же, было такому случиться. На улице левень, Кто ж громко стучится, Дрожащей рукой скрывая ей дверь, Кто ж, теща моя, Хочешь, верь или не верь, Зачем вы в такую погоду гуляли? Ведь вам не простыть так удастся едва ли. Неужто не поняли вы, что творите? Идите домой уже, мама, идите. Чуть нос не щепил, где их лопит. Опять на дождик справася. Так, садим. О, город, что я вижу, думают. Вот тёлки толпами идут, Вот по шоссе несутся тачки, У олигархов бабок пачки. Ой, поеду я в деревню, друг. Всё там размеренно, не вдруг. Растут там ясени и ёлки. И вижу бабки, тачки, тёлки. Чтоб весу больше не расти, Не стал я после есть шести. Не ем я мяса и веща, Ну, вот разве что попью борща. Трудно нам подчас живётся, Ничего не делая, Это ленью всё зовётся, Или скука белая. Но ведь мы же не такие, Не скулим без нужностей. Мы, ребятушки, лихие. Не боимся трудности. Ну, понятно. Нам лоб бить об стену, Какого рожна? Да денег чиновники папки, Где буква закона не так уж важна, Важна только цифра, Ну, друзья, таки. Ну, это не грудь, Это был, Это жизнь. Ну, и последний тут. С подругой дамочка делилась, Мой муж узнал и изменяет, Владея таким секретом, Сказать ли мне ему об этом? Подруга явно удивилась, Так он и сам об этом снял. Приходит женщина к врачу, Детей родить себе хочу, Уж сколько лет мы с мужем вместе, Один нас этим вот на месте. Врач вызван мужа в кабинет, В чём расскажите-ка секрет? А муж? Я ясно выражаюсь. В него ли я? Не разложаюсь. Что значит линии двух пересечений? Какое кто увидит в том значение? У пессимиста всё печально и огрест, И видит он кладбищеский тут крест. У оптимиста с математикой союз, И при своём весёлом настроении, Он скажет, что, конечно, это плюс. Мужчина с женщиной друзья? Наивность темы подкупает. Бывает, скажем, куманья. С друзьями так не поступают. Вот они будут кончены. Я сколько помню, время торопила, Скорей, скорее, боялась опоздать, Как конь ретивый, закусив удила, Несётся не схватить, не удержать. Ах, время, время, что это такое? Быть может, то седая даль веков, И львеет разуновение простое, Река, бегущая вдоль наших берегов, Судьба морозом по вискам пройдётся, Украсит серебро зимой грозя. Но пусть весна со мной остаётся, У каждого из нас своя стезя. Какие они умные, да? Девчонки! С кем мы связались? Называется это стихотворение «Не копите обид». Никогда, никогда не копите обид, Не храните в душе пеплом, Всё посыпайте. Берегите друзей, Пусть Господь их хранит, И мольбы к небесам Вы о них посылайте. Всё простите врагам, И забудется зло. Не жалейте о том, Что не всё вы сумели, Твёрдо верьте, Что вам постоянно везло. Пусть не всё, что хотелось, Вы в жизни успели. И пусть зависть не тронет вас Чёрным крылом, Пусть другие моложе Успешней, богаче. Пусть гребёте по жизни Разбитым веслом. Надо выжить достойно, А как же иначе? Пусть не всё удалось, И ковчег ваш разбит, Пусть предали друзья, И любовь не сложилась. Никогда, никогда Не копите обид. Берегите друзей, Пусть Господь их хранит, Что бы там ни случилось. Они мне тут Исправил Анатолий Павлович, И я не посмотрела, Не спотыкаясь. Он мне тут направил, И уже не мои слова смотрю, Так что немножко споткнулась. Этот распечатал мне Внук так, Поисправленному. Не спится называется. Темнеет, Светлунной дорожкой струится, И яблоня веткой В окошко стучится, Никак не пойму Наяву или сниться, Далёкая юность Туда возвратиться, И возле калитки Родной очутиться, Воды ледяной Из колодца напиться, Росою холодной, Как в детстве умыться, И маму обнять, И к отцу прислониться, Заклакать, как в детстве, И слёз не стыдиться, И ноет душа, И никак не смириться, Что всё пронеслось, Ничему уж не сбыться, Стемнела, Роса под луной искрится, И что-то опять В эту ночь не стыдится. Ниночка, давай я на вас хочу. Что это? Ну сейчас, Я много не буду, Я повеселее. У каждого своя на свете есть дорога, А хоть иметь детей, То их должно быть много. И нянька не нужна В такой семье большущей, Ведь все они друзья, И каждый самый лучший. Машинки бродят, Полы в руках мальчишек, Поделятся своим, Чего-то есть ливишек, Сестричек защитят, Ну и тут обидят. Я тут же на чеку, Глаза мои всё видят. И в классы во дворе Весь день играют дочки, Ворота мяч забив, Поставят братья точку, В кроватках мирно спят, Не шутки у девчонок, Играют роли мам, Они почти с пеленок. И улица зимой Призыв на деток манит, Рождественский мороз им Щёчки зарумянят. Все сборы за столом, Признаюсь откровенно, С мороза аппетит Всегда такой отменный. Вот носики сопят, Луна в окошко светит, И кто-то говорит, Что лишь и есть дети, Мне с ними не страшны Все беды и напасти, Быть матерью для них. Какое всё же счастье! А, ну и ладно, вот это. Ну это, наверное, Всем было бы близко. Я живу и дышу. Это просто отлично. Рядом мама, семья, Всё светло и привычно. Мне всегда хорошо Вот в таком окружении Так легко наблюдать Этой жизни и движения. Иногда побронят Элемент воспитания, Где обижут, где нет, Проявляют сознание, Но всегда защитят, Приколубят, согреют, И печали мои, Как умеют, развеют. Белорусских блинов Вспоминается вкусность. Докой матушки рук Наблюдала их вкусность. Успевала везде И вперёд на работу. Проявляла ко всем И любовь, и заботу. А бывало мороз, Прибегаю девчонкой, И отцу подаю ледяные ручонки. Почему-то варежков У меня не было, я не знаю. Брал ладони уных, Согревая дыханием, И к проказам моим Проходил с пониманием. А сестра каждый день Заблетала мне косы, Отвечала на все, Что задам я вопросы, Научила читать Года за три до школы, Хохотушкой была, Голосистой, весёлой. Мне уютно, Тепло в этом мире сердечном. Ощущалась тогда, Так всегда будет вечно. Лишь теряя родных, Его счастье во сне, Чтобы грехи им земные простились, Чтоб почаще во сне Нелюбимые снились, На поминь их души В церкви свечи поставлю, И в молитвах своих Милых Бога прославлю, Чтоб их души вознёс, До вершин совершенства, Где могли обрести Вечную жизнь блаженства. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok